Денис Дворяшин 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 Это 82,7% годового плана или на 17% выше поступления на логичные периоды прошлого года. Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 10 месяцев составляет почти 653 миллиона рублей. Это 91% к объему доходов, которые были утверждены в бюджете текущего года. Поступление отчетного периода на 10,5% выше уровня прошлого года – это где-то на 62 миллиона. Из них 59 миллионов – это только по поступлениям налога на доходы с физических лиц. Одно из пояснений такой динамики мы видим – это рост фонда оплаты труда за период январь-август текущего года к аналогичному периоду 2017 года. Напоминаем также, что совсем скоро наступает срок уплаты имущественных налогов. Крайний день уплаты налогов – 3 декабря. Тем, кто не успеет это сделать в срок, налоговая инспекция начнет отчитывать пение. Законом введен единый срок уплаты имущественных налогов. В этом году из-за того, что 1 декабря выпадает на субботу, это 3 декабря. Понятие «имущественное» включает в себя три налога – на недвижимость, земельный и транспортный. Соответственно, платить их должны собственники автомобилей, квартир, дачных участков, загородных домов и гаражей. Если не уплатить налоги в срок, то с 4 декабря сумма будет считаться недоимкой, и налоговая инспекция будет начислять пение. Также налоговая имеет право обратиться за взысканием в судебном порядке. Чтобы не доводить до крайностей, срочно несите бумажное уведомление в банк и оплачивайте налоги там. Чтобы обойтись без оператора, воспользуйтесь любым платежным терминалом. Если вы нашли уведомление в личном кабинете на сайте ФНС, здесь же нажмите кнопку «Оплатить онлайн» и введите номер своей банковской карты. Нет личного кабинета – воспользуйтесь сервисом «Заплати налоги». Продолжаем. В администрации города представители бизнес-структуры и рекламных агентств активно обсуждают дизайн-код нашего муниципального образования. В городской управе ждут предложений о доработке этого проекта. Дизайн-код города будет включать в себя правила размещения рекламы на зданиях, как на жилых домах, так и на торгово-развлекательных центрах. А также определять такие требования рекламных вывесок, как размер, цвет и прочее. В общем, дизайн-код города предусматривает многое. Дизайн-код у нас уже детализирует, по каким улицам, какие будут применяться у нас информационные конструкции, типы этих конструкций. И даже в дизайн-коде будут прорисованы главные улицы города и примерно оформление нежилых этажей многоквартирных домов. Администрация и бизнес-сообщество, которого эти изменения коснутся в первую очередь, уже провели ряд встреч по обсуждению проекта дизайн-кода. Он размещен на официальном сайте Котласа в разделе «Архитектура и градостроительство». Но в него пока еще можно внести изменения. Так что в городской управе готовы принимать предложения по доработке проекта дизайн-кода. 19 ноября в Котласе на базе бывшего клуба «Светофор» по Маяковского 7А молодежный центр открывает семейный центр «Вместе». Семейный центр «Вместе» сейчас проводит большую организационную работу и готовится принять первых посетителей. Уже сейчас привлечено несколько специалистов, готовых проводить свою работу в нашем центре. Работа центра будет направлена на содействие формированию молодежной среды семейных ценностей и на укрепление имиджа молодой семьи. Специально для этого в центре созданы возможности для организации семейного досуга и подготовлены разные образовательные программы. В основном для учащихся начальной школы и среднего звена по изучению иностранных языков, в том числе немецкого. Кроме этого, следующее направление – это будущий юрист, правовое воспитание несовершеннолетних, коррекция поведения подростков, а также детей. В семейном центре ежемесячно будут проходить встречи и консультации со специалистом компании «29 комнат» по вопросам жилищного законодательства. Эти встречи будут абсолютно бесплатными. Конечно, основным направлением семейного центра станет создание клуба молодой семьи, где запланировано проведение интересных мероприятий. Так что все вопросы о работе центра можно задать по телефону, номер которого сейчас на экране. 2 ноября в Музее Победы в Москве впервые вручали национальную премию «Семейные реликвии». В номинации за вклады и развитие семейной культуры победила Лиминская библиотека. Подробности у моей коллеги Аллой Ковой. На национальную премию «Семейные реликвии» претендовало более 3,5 тысяч человек из различных регионов страны. И лишь 35 участников вошли в число лауреатов, в том числе и Лиминская библиотека. Учреждение победило в номинации за вклад в развитие семейной культуры. В конкурсной заявке акцент был сделан именно на семейные ценности, которые библиотека прививает читателям. Например, здесь много династий книголюбов есть, известные в микрорайоне и за его пределами семьи, жизнь которых неразрывно связана с библиотекой. Среди них и семья Героя Советского Союза Александра Меркушева. Мы очень давно и успешно сотрудничаем с дочерью Героя Советского Союза Светланой Меркушевой. Каждый раз, когда она приезжает сюда в технику, теперь уже имени ее отца, она приходит в библиотеку. Здесь она встречается не только с учащимися техникума, она встречается и с нашими читателями. Они принимают очень активное участие в наших мероприятиях. Деятельность Лиминской библиотеки по популяризации семейных ценностей и традиций многообразна. Здесь действуют клубы по интересам. Регулярно проходят литературные и музыкальные вечера, творческие встречи, экскурсии, краеведческие чтения, которые формируют интерес молодежи к изучению истории малой родины и связь поколений корабельной Лиминды. Заинтересовал членов жюри и литературный музей Эмилии Бояршиновой. Он успешно работает в библиотеке уже 15 лет. Помимо материала о самой поэтессе, стихов, в музее много информации и о ее семье. История семьи Бояршиновых. Здесь и о деде, народном учителе города Сальвичегодская, и о родителях поэтессы, которые были учителями нашей Лиминской школы номер один. Семья учительская очень интересная. 26 учителей в роду, педагогический стаж больше 600 лет. Лиминская библиотека старейшая в городе, ей 97 лет. Но она идет в ногу со временем, имеет мультимедийный зал, свою группу ВКонтакте, что помогает не только информировать читателей о жизни учреждения, но и привлечь к чтению молодежь. Это тоже учитывалось при присуждении премии. Но самое ценное в учреждении – это фонды. На библиотечных стеллажах 36 тысяч томов. Старейшей книге 115 лет. О своей деятельности в библиотеке сняли документальный фильм, и его наличие стал еще одним плюсом в пользу учреждения при присуждении национальной премии семейной реликвии. За победу Лиминской библиотекой ее руководители были удостоены диплома и медали. В это воскресенье свой 75-летний юбилей отметит Духовой оркестр Кутловского городского дворца культуры. История становления музыкального коллектива уходит во времена Великой Отечественной войны и торжественным мотивом звучит сквозь годы жизни и развития Кутлоса. Музыка любого духового оркестра – это всегда что-то особенное. Оркестр способен создать неповторимую праздничную, торжественную атмосферу любого мероприятия. Кутловский коллектив – не исключение. Вшествия в майские праздники, дни города и микрорайонов, а в советские времена – октябрьские и ноябрьские демонстрации. И всегда впереди колонн – Духовой оркестр. Оркестра было в Кутлосе довольно много. И каждый считал, руководитель какой-то организации, что потом у него колонна прошла со своим оркестром. История музыкального коллектива начинается в 1943 годом. С этого времени об оркестре впервые упоминают котловские газеты и журналы. Была заметка о том, что в клубе железнодорожников Владимир Лисянский организовал кружок Духового оркестра. Вот первое упоминание, которое нам удалось найти. Возможно, это было и раньше, но мы пока ведем отсчет вот с того времени. За долгие годы неоднократно меняли составы, руководители и даже места для репетиций. Например, до 50-х годов музыканты играли в Кутловском драматическом театре. Тогда, в советское время, свой оркестр был чуть ли не у каждого предприятия. Сейчас ансамбле осталось только два. Лиминский духовой оркестр и оркестр Кутловского городского дворца культуры. Всех больше здесь работал Сергей Михайлович Пузырев, который приехал сюда после училища в 1972 году. И до самой смерти, можно сказать, он работал здесь. То есть он работал около 30 лет. Последние 10 лет оркестром руководит Владимир Угрюмов. На его глазах в ансамбле меняются поколения музыкантов. Оркестровые династии давно стали своеобразной традицией музыкального коллектива. Здесь играют целыми семьями. У меня отец в оркестре играл. Так что тут выбора не было. Закончила школу по классу кларнета, потом высшее образование. Ну и, соответственно, приехав домой, меня тут же взяли в оркестр. Еще одна династия музыкантов – семья Черковых. Старший Вячеслав играет на трубе еще со школьной скамьи. В оркестр он попал в 1991 году. А позже отправил в музыкальную школу своего сына Алексея. Окончил институт, послужил в армии и пришел к нам в оркестр. Тоже на трубе играем вдвоем. Инженер по образованию, но музыка – это все-таки привлекло его. И выражал благодарность, что не болтался на улице в это время, а учился в музыкальной школе. Кутловский оркестр успешно выступает по всей Архангельской области и за ее пределами. И везде музыканты получают самые лестные отзывы. Впрочем, иногда играть приходится в экстремальных условиях севера. Последняя поездка в Сыктывкар, когда со сцены у нас барабанщиков сдувало тарелки вместе со стойками. Ветер был такой силой. Только еле воспевали ловить. Незабываемое ощущение, мы в такой погоду еще не играли. Свой юбилей духовой оркестр отметит уже в это воскресенье, 11 ноября. Музыканты приглашают всех на концерт, посвященный торжественной дате. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех на концерт, который состоится 11 ноября, 15 часов, в Котловском дворце культуры. Приходите, мы вам будем рады. Котловские школьники вернулись со Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проходил в Крыму в международном лагере «Артек». Подробности у моей коллеги Аллы Лайковой. Эти трое школьников в «Артеке» представляли сборную Архангельской области. Всего в нее вошли 8 спортсменов. Путевку в международный лагерь ребята получили за успешную сдачу норм ГТО. Сначала мы сдали ГТО на золотой значок и показали самые лучшие результаты. Затем на областном фестивале мы победили и получили путевку в «Артек». Попасть в «Артек» на Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» было очень почетно. Ведь он собрал несколько сотен обладателей золотых значков ГТО из всех регионов России. Туда съехались все команды со всех 83 субъектов Российской Федерации. Это около более полтысячи человек в четырех возрастных группах. Поэтому это очень серьезный уровень и поэтому там собрались все сильнейшие. В «Артеке» для юных спортсменов была организована насыщенная программа по физкультуре, здоровью, истории спорта, проходили творческие конкурсы и соревнования. Спортивная конкуренция была очень большой. Некоторые сборные месяцами готовились к этим стартам. Тем не менее, котловским ребятам тоже удалось заработать медали. Я отличилась в беге на 2000 метров, заняла второе место. И в беге на 60 метров заняла третье место. «Артек» мне сам понравился. Организация была хорошая. Соревнования были высокого уровня. Спортсмены были все подготовленные. Мы старались сделать все, что могли. У меня также есть награды за третье место в беге на 2 километра и за общий «Артековский кросс», когда бежал весь лагерь. Там у меня тоже третье место. По местам я не заняла ничего, а в среднем в дисциплинах был в районе 50 лучших. В «Артеке» к «Атлашане» были три недели. Закрытие смены ГТО проходило в канун Дня народного единства. На нем было не только зрелищное шоу. Первые лица страны вручали победителям и призерам спортивных и творческих состязаний награды. Главный приз – переходящий кубок Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» получила сборная из Удмуртии. Хочется пожелать, чтобы ваше «Артековское настоящее» всегда помогало вам к достижению самых трудных вершин, какими бы трудными они вам не казались. Но не награды – самое ценное в этой поездке, говорят «Катлашане», а то, что у них сбылась мечта многих детей страны. Они своими глазами увидели, что такое «Артек» и запомнят эту смену на всю жизнь. 12 ноября с 17 до 19 часов прием граждан по личным вопросам проведут члены Общественного совета муниципального образования «Катлас». Мероприятие охватит все микрорайоны города. В Доме культуры «Октябрь» на Докии прием граждан проведут Александр Меньшаков и Людмила Данилова. В Лиминском Доме культуры – Ольга Василенко. В администрации поселка Вычегодский – Василий Панов и Алексей Субокин. В Приречном микрорайоне пунктом приема граждан станет Краевический музей, где будут Татьяна Шершова и Ислам Ибадулаев. В Центре города в 103-м кабинете городской администрации прием Катлашан проведет Владимир Рукьянов. И в Центре дополнительного образования – общественный представитель губернатора Архангельской области и член Общественного совета муниципального образования «Катлас» Елена Черкова. На этом все. Далее вас ждут небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды с Еленой Днилаевой, затем афиши мероприятий и гороскоп. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ, в прямой трансляции на YouTube и группе Котлас ТВ ВКонтакте. Интересных вам выходных. Увидимся. Готовьтесь к зиме вместе с магазинами «Зимний стиль». Более 50 моделей – пальто из кожи и баллонии, дубленок с отделкой из натурального меха. Более 100 моделей обуви из натуральной кожи и меховых головных уборов кировских производителей. Котлас – торговый центр «Адмирал», второй этаж. Коряжма – торговый центр «Виконда», второй этаж. «Зимний стиль». Качество по доступной цене. 29 ноября в офисе «Виза Тревел» вновь будет проходить оформление визы с сдачей биометрии на шенгенскую визу. Оформляйте визу и получайте скидку на тур. Документы принимаются до 20 ноября. «Виза Тревел» Котлас, Маяковского, 10. Телефон для справок 509-59. Внимание! Акция! Скидка выходного дня 30% на линолеум и обои в магазинах «Строймир» в Котласе на Пугачева, 22 и Черкова, 5. Устают ноги? Хотите такую обувь, чтобы в ней летать? Компания «Таларии» приглашает вас за качественной, удобной и по-настоящему комфортной обувью. 11 ноября в ДК города Котласа. Акция. При покупке шубы «Норковая шапка» в подарок. Успей купить со скидкой до 50%. 9 и 10 ноября в ТЦ «Радуга», город Котлас. Обувное предприятие «Город Киров» принимает обувь в ремонт. Смена подошвы, союзок, расширение зауженной обуви. Профессиональный ремонт любой сложности. 14 ноября в КДЦ «Дворец культуры», город Котлас, с 10 до 18 часов. Космодром ДНС сообщает. Встречайте гипермаркет ДНС в ТРЦ «Столица» на нулевом этаже. Как маленьких, так и родителей. Играя у нас, получайте тикеты и обменивайте их на отличные призы. Развлекательный центр «Рублеон». ТРЦ «Столица», третий этаж. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Шикарные двери на Фрунзе 11, Ленина 18, ТЦ «Рубин» и Маяковского 44, ТЦ «Южный». Одна из крупнейших российских страховых компаний «Альфа-страхование» открыла долгожданный офис продаж в Котласе. Оформить страховой полис, ОСАГО, КАСКО, застраховать свое жилье, имущество, здоровье и даже путешествия теперь можно в новом офисе продаж. На Ленина 86. «Альфа-страхование» – это более 25 лет на рынке страховых услуг. Работа с юридическими и частными лицами. И исключительно высокий уровень надежности. «Альфа-страхование» – Ленина 86. Здравствуйте, с вами Елена Нелаева. Я расскажу о погоде на выходные. В сети магазинов «Континент» вас ждут небывалые скидки на продукцию российских производителей. Самые вкусные цены сегодня на калининградскую говядину тушеную высшего сорта. Всего 93 рубля за банку 338 граммов. «Сосиски Николаевские» – 161 рубль за кило. «Голень куриная» – 149 рублей. «Атель Невосточная Навага» – 93 рубля за килограмм. Приятные цены и на свежемороженую камбалу – 191 рубль за кило. «Афиле сельди Санта-Бремар» – всего 96 рублей за 400-граммовую упаковку. «Магазин Континент» – только качественная продукция. В субботу 10 ноября в Котосе будет небольшая облачность. Температура воздуха днем – до 4 градусов мороза. Ветер восточный – 2 метра в секунду. В воскресенье 11 ноября в Котосе будет ясно и солнечно. Температура воздуха днем – до минус 7 градусов. Атмосферное давление выше нормы. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Несущественно изменится погода. И в понедельник, 12 ноября, сохранится ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем будет до минус 5 градусов. Атмосферное давление выше нормы. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. На этом погоде у меня все. Хороших вам новостей. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Продолжение следует.